Я же говорю, что никто же не говорит, что вируса нет. Вирус есть, и вирус противный. Это не значит, что вирусов нет. Они есть, и болезни есть, но если говорить о реакции, то реакция во многом связана с тем, что слишком много больных. То есть лечить ковид можно, но количество больных в пиках больше, чем количество коек. Условно говоря, есть ли вероятность, скажем, что у вас начнется воспаление сердечной мышцы при вакцине составляет 0,01%, а вероятность умереть от того, что вы заболели ковидом 0,1%, то с точки зрения государства вопрос очевиден. Нужно колоть вакцину. Да, а с точки зрения рядового обывателя ситуация очень простая. Если я получаю от вашего укола какие-то негативные последствия, например, падает моя работоспособность. Будьте любезны, компенсировать мне это. Вот это ключевая проблема, и претензии именно в этом. А когда про детей, то это вообще катастрофа. И вы, соответственно, требуете, нет-нет-нет, дорогие товарищи, а вы мне скажите, вот у меня ребенок спортом занимается. А можно после прививки первые полгода давать высокую нагрузку на сердце? А если они вам скажут, а мы не знаем? А если мы не знаем, тогда отстаньте от нас с вашими прививками. Ты начинаешь думать о том, что, ну, скорее всего, все-таки это случится. Новый локдаун, ну, по крайней мере, в Канаде. Вот я вас хотел спросить в связи с этим. Ну, вот только-только начали вроде бы из этого всего выбираться, и вроде бы как-то и вот вакцинация, и уверяли нас всех в том, что вот она поможет и так далее, и так далее. Но получается так, что вот появился новый штамм, и все потихонечку начинает возвращаться на круги своя. Вот я вас хотел спросить, а что будет с экономикой? Ведь сейчас весь мир, не только мы в Канаде и в Америке, и я больше, чем мы, естественно, и в России, страдают от бешеной просто инфляции. Ее чувствуется каждый день, да, когда вот ты ходишь в магазин, покупаешь, ты видишь, как все это растет, как на дрожжах. Буквально, я уж не говорю про недвижимость. Добьет ли вот эти новые локдауны экономику? Вообще восстановится ли в ближайшее время, если вот сейчас вновь прогремит что-то, и вновь мы все сядем по домам? Ну, теоретически может, но поймите, что я уже все больше и больше склоняюсь к мысли, что власти используют эпидемию именно как инструмент сваливания своих собственных ошибок на объективный фактор. Не хочется же говорить, мы на протяжении 30 лет проводили абсолютно идиотическую политику. Мы были дураки, мы не понимали, что происходит, мы не оценили опасности, мы не слушали тех людей, которых нужно было слушать, а вместо этого слушали разных придурков. И в результате мы виноваты в том, что вот до такого дела дошло. Они это, говорят, не хотят, естественно, потому что в этом случае они имеют на состояние вопроса, а то что вы находитесь власти? Давайте уходите в отставку и занимайтесь другими делами, а мы тут пригласим тех, которые объясняли, что так будет. Но так не бывает никогда. Те, кто власть имущие, они скорее умрут, чем признают, что они были неправы. А тут такой замечательный повод. Смотрите-ка. Михаил, то есть это означает, что только когда вы говорите власть имущие, когда вы говорите правительство, вы имеете в виду правительство всех стран? Ну, смотрите, тут же все зависит от того, как все устроено. Потому что в разных государствах все по-разному. Но в общем и целом, в одних странах правительства несут какую-то ответственность перед обществом. Кстати, у вас какую-то несут. А в других не несут. Но если они очень долго были у власти, нужно же понимать, что и в Соединенных Штатах Америки, и в Канаде власть контролируют те люди, которых никто не знает. Они, как бы элита, лидеры властных группировок контролируют власть. А те, кого мы называем правительством, это исполнители, которых нанимают. Вот, соответственно, они как бы выиграли выборы. Как бы, потому что альтернативы у них не было. То есть они как бы очень жестко шли к власти. И вот теперь они что, должны сказать, что они неправы? Но у власти имущих, скорее всего, нет альтернативных людей. Или же эти альтернативные люди далеко не так легко контролируются. То есть они могут решать, сделать что-то не так. Вот, по этой причине, я думаю, что нынешние власти будут очень усиленно пугать народ вирусами. Это не значит, что вирусов нет. Они есть, и болезни есть. Но если говорить о реакции, то реакции во многом связаны с тем, что слишком много больных. То есть лечить ковид можно. Но количество больных в пиках больше, чем количество коек. А кто в этом виноват? Кто виноват в том, что правительство не создало нужное количество коек, и что нет нужного количества врачей? Кто виноват, что врачи из Канады уезжают в Соединенные Штаты Америки? Этим тоже должно заниматься правительство. Оно этим, видимо, не занималось. Я уж не знаю, как. Вот такая же. Тогда у меня к вам такой вопрос. Спасибо. Если пандемия – это инструмент, ну, не положено, которым сегодня удобно пользоваться для того, для чего, о чем спрашивал в мире. Вакцинация, вы как-то говорили о том, что вы к ней относитесь положительно. Ну да. Ну да. Но я же говорю, что никто же не говорит, что вируса нет. Вирус есть, и вирус противный. И если его не лечить, он может очень для человека плохо закончиться. Но проблема в том, что если у вас 100 врачей и 500 больных, то все равно вы значительное количество больных вы лечить не сможете. Просто потому, что до них руки не дают. А кто виноват в том, что так мало врачей на тысячи человек? Люди виноваты или правительство? А как вы считаете, Михаил Милович, вот то, что до сих пор, спустя два года, я знаю, что вы скажете правду, не создано лекарство, я сейчас говорю не про вакцину, которую можно было бы вылечить больных людей от ковида. Это не провокация, что лекарство до сих пор не дают или нет? Вообще вирусные болезни не лечатся. Потому что вирус живет внутри клетки. То есть убить вирус можно, если это... Может быть, когда-нибудь и будет придуман инструмент, который позволяет справиться с вирусом внутри клетки. Но сегодня это можно сделать только вместе с клеткой. То есть это вот как это, химиотерапия при раке, которая сама по себе может убить ничуть не хуже. По этой причине я бы сказал так, что то, что нет лекарств, в этом нет ничего странного. Лечение симптоматическое. Но когда человек болеет гриппом, как его лечат? Ему сбивают температуру, если она слишком высокая, но если она не слишком высокая, то сбивать не надо, потому что это мобилизация организма. Сбивают давление, если оно повышается. Если человек сильно кашляет, например, бронхит начинается, ему там тоже что-то дают. Ну и там теплое питье, чай с малиновым вареньем и так далее. Это симптоматическое лечение. В случае ковида мы понимаем, от чего нужно лечить. Мы понимаем, что основная опасность это тромба, что увеличивается свертываемость крови. Теоретически при ковиде нужно человеку каждое утро проверять статус крови и давать ему лекарства соответствующие. Чтобы не дай бог, собственно, то, что называется ковидное воспаление легких, это не воспаление легких, это микротромбы в альвеолах. Но когда все альвеолы забиты микротромбами, то кислород не поступает в кровь. Кстати, по поводу лекарств, Саша, я прошу прощения, пока мы от этой темы не ушли. Канада, вполне возможно, в самое ближайшее время может стать вообще мировым центром в производстве именно лекарств, как утверждают средства массовой информации. В Канаде именно лекарства от COVID-19. Это компания МЕРК совместно с канадской компанией. Вот сейчас эта разработка находится на утверждении у Министерства здравоохранения Канады. Если Минздрав Канады ее утвердит, то будет налажен серийный выпуск. В Антарио уже готова фабрика по производству вот этих самых лекарств, именно лекарств, я подчеркиваю, от COVID-19. И, как говорят эксперты, степень защиты там составляет порядка 50%. То есть в 50% случаях COVID излечивается. Ну, не знаю, вот говорю то, что... Да он и так излечивается. Да, то, что пишут средства массовой информации. Я же болел этим самым... Ковидом. Ковидом. Мне, соответственно, врачи говорили. Собственно, я когда пришел в больницу, они говорят, ну, так на меня обстоятельно, лечить мы вас должны 10 дней по протоколу. Выпишем мы вас на восьмой день. На седьмой день вечером они мне сказали, ну, собственно, вы уже здоровы, мы вас можем выписать. Но тут есть одна проблема. Ваш ПЦР-тест еще не пришел. Поэтому, если мы вас выпишем, то вам придется... Мы придется... Мы должны про вас сказать Роспотребнадзору, который будет вас две недели мучить. Там звонить ночью, требовать фотографий и так далее. А соответственно... Ну, что вы сидите дома. А завтра утром он придет в этот ПЦР отрицательный. И вы поедете домой, все будет нормально. Мы ничего никого говорить не должны. Я говорю, а если ПЦРа нет, то вы знаете, что я выздоровел. Они мне говорят, а вот смотрите, вот ваш анализ крови, когда вы поступили в больницу, а вот на сегодня утром. Я смотрю тот старый, недельной давности, а там сахар зашкаливает. А в сегодняшнем нету сахара нормальный. Я говорю, а что случилось-то? Они говорят, так это ковид. Вот из-за чего у диабетиков проблемы при ковиде? Резко подскакивает сахар. Ну, так надо контролировать. Ну, грубо говоря, контролировать каждый день. Но вы же понимаете, что современная медицина не в состоянии у каждого больного контролировать каждый день. Параметры свертываемости крови и сахар. Может быть, там еще есть что-то. Я уж не знаю. Я же не врач. Но вот эти штуки, если вы каждый день контролируете, вы просто... Симптоматическое лечение. Вы просто смотрите. Ага, вот вам сегодня нужно две таблетки разжижающие, а завтра одну. И все. И дальше... И все. Ну, и нужно еще контролировать, чтобы температура слишком сильно не поднималась. Все. 38,5 не выше. И все. Вы, Михаил Леонидович, меня не переставите удивлять. Вы только что сказали, вы не врач. Я за два года... То, что вы обсуждаем вот этот вот долбанный, простите, ковид. Еще ни один врач, который был здесь в студии, не рассказал это так доходчиво и понятно. Как это же сделали вы. И в этой связи я вам дам еще один вопрос. Ну, уже как... Почти как доктору Хайзину. И на этом как бы не буду приставать вам с ковидом и с пандемией. Люди, которые... Я сталкивалась с этим. Которые получили вакцину. Ну, мы тут получаем большинство из нас с Файзера. У нас нет там спутника или... И по окончании процедуры вам дают такой листочек, на котором написано, какие есть сайд-эффекты, с которыми уже после прививки. Которыми можно идти в врачу, и с которыми не надо. Скажем, болит рука не надо. А вот если у вас началась аритмия, то врачу идти надо. А я знаю человека, у которого да, началась аритмия. Вот на протяжении нескольких дней этот человек бьется головой обтенкой, потому что к радиологу он попасть не может. То есть вакцина спровоцировала аритмию. А это же все-таки не насморк, это сердце. Ну, вы знаете, тут есть, а действительно есть сведения. Ничего про них сказать не могу. Поймите, все, что я рассказываю, это не я придумал. Это то, что мне рассказали врачи. Я просто пересказываю. Значит, что касается... Я слышал о том, что от некоторых западных вакцин бывает воспаление сердца в разных вариантах. По поводу спутника не слышал ничего про это. Ничего сказать не могу. Но это тоже надо контролировать тогда. Если это есть. Тут есть целая куча разных тонкостей. Потому что, условно говоря, есть ли вероятность, скажем, что у вас начнется воспаление сердечной мышцы при вакцине составляет там 0,01%, а вероятность умереть от того, что вы заболели ковидом там 0,1%, то с точки зрения государства вопрос очевиден. Нужно колоть вакцин. Да. А с точки зрения рядового обывателя ситуация очень простая. Если я получаю от вашего укола какие-то негативные последствия, например, падает моя работоспособность. Будьте любезны, компенсировать не это. Вот это ключевая проблема. И претензии именно в этом. А когда про детей, то это вообще катастрофа. Понятно, когда у вас их в семье 8 человек, то вы прикидываете, ну да, у одного там один чуть-чуть поболеет. Ну и ладно. А когда у вас всего один ребенок? И вы, соответственно, требуете. Нет, 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 дорогие товарищи. А вы мне скажите, вот у меня ребенок спортом занимается. А можно после прививки первые полгода давать высокую нагрузку на сердце? А если они вам скажут, а мы не знаем? А если мы не знаем, тогда отстаньте от нас с вашими прививками. Ну и так далее и тому подобное. То есть это на самом деле это реальная социальная проблема, которую сделали социально-политической. Ну и, конечно, мы, конечно, не будем забывать, что все эти компании, которые производят вакцину, у них еще основная мысль, продать государству как можно больше вакцины. Поэтому нужно заставлять прививаться, прививаться и прививаться. Лучше каждый день.